Самые таинственные места на Земле Мир полон таинственных явлений, и даже лучшим умам человечества не всегда удается их объяснить. О некоторых местах на нашей планете ходит настолько дурная слава, что посетить их отваживаются только самые отчаянные смельчаки. Болото Манчак в Луизиане Легенда гласит, что в 1915 году в окрестностях луизианских болот казнили служительницу культа Вуду. С тех пор здесь все как в известной песне. Птицы не поют, деревья не растут, а случайные путники становятся добычей губительной топи. Прямо в объятья вязкой трясины манят людей блуждающие огоньки, которые зажигаются над болотами в ночное время. Местные жители называют их свечами покойников и считают ничем иным, как призраками утопших. Душераздирающие гонки, плавающие трупы, страшные деревья. Все это вы увидите и услышите, побывав на болотах призраков. Эти места привлекают огромное количество туристов со всего света. Им устраивают ночные прогулки на лодках. Совершая экскурсию по болотам Манчак, необходимо соблюдать предельную осторожность, ведь элигаторов, обитающих там, не пугают ни фонари, ни огненные факелы. И можно легко стать очередной жертвой этого мистического места. Долина Хейчжу в Китае Долина Хейчжу, чье название переводится как «лощина черного бамбука», расположена на восточном склоне горы Мэань на юге Китая. Имеет мрачную репутацию и якобы является одной из сильнейших аномальных зон планеты. Данной местности приписывается множество случаев гибели и пропажи людей. В 50-е годы китайские власти сообщили о гибели в Хейчжу около 100 человек. Также по неизвестным причинам здесь разбился самолет. В 1962 году бесследно исчезла целая геолого-разведочная группа. Удалось спастись только проводнику, который и рассказал, что произошло. Когда экспедиция подошла к долине, он немного задержался и отстал. В какой-то момент неожиданно появился густой туман, который ограничивал видимость до одного метра. Проводник почувствовал необъяснимый страх и замер на месте. Через несколько минут туман рассеялся, но группы уже не было. Геологи так и не были найдены. Потрясенный проводник еще долго рассказывал о тумане, нарушающем ощущение времени и издающем очень странные звуки. В 1976 году в лощине пропали трое лесничих. В поисках участвовало почти все население уезда. И только спустя три месяца были найдены их останки. Скелеты. Чтобы разобраться в ситуации, в 90-х годах в лощину была отправлена экспедиция Академии наук КНР, которая выдвинула свою версию исчезновений. Научно обоснованная версия объясняла смерть людей удушьем от газа. Газ в небольших объемах, скапливающийся в полых подземных пустотах, время от времени выбрасывается в воздух, отравляя все на своем пути. Похожее бывает при выбросах сероводорода. Газ же, убивающий людей в Хайджу, возникает при гниении некоторых видов деревьев, растущих в этой местности. Но эта версия все равно не объясняет брошенные винтовки, пропавших буквально в 100 метрах от свидетелей людей, и тела, разложившиеся до скелета за три месяца. Катакомбы Иглова в Чехии Катакомбы чешского города Иглова – это растянувшаяся на несколько десятков километров сеть подземных лабиринтов с обширными залами и озерами. Их сооружение относится к середине XIII века. Периодически в одном из коридоров подземелья начинает раздаваться органная музыка. В 1967 году изучить загадочное явление прибыла группа ученых. Звуки специалисты действительно зафиксировали, а вот разгадать их тайну возникновения так и не смогли. Но главной сенсацией стало открытие в катакомбах светящейся лестницы, расположенной на глубине 11 метров. Ее ступени постоянно излучают красноватый свет, настолько яркий, что при нем можно читать. Как оказалось, стены сияющего коридора покрыты раствором, содержащим цинк серую бор. Кому только пришло в голову окрашивать стены туннеля такой смесью, очередная загадка. Шотландский мост Овертоун. Производящий зловещее впечатление заросший парк, не самое страшное, что есть в старом шотландском поместье Овертоун. Настоящие ужасы творятся на здешнем каменном мосту. Начиная с середины XX века, с его парапетов ежегодно спрыгивают и разбиваются насмерть десятки собак. Ветеринары объясняют необычное поведение животных тем, что овраг под мостом кишит крысами. Их запах пробуждает у четвероногих охотничий инстинкт и толкает на необдуманный прыжок. Однако старожилы в такую версию верить отказываются. И считают убийцами собак духа в поместье, отца и сына, которые сами некогда бросились с Овертоунского моста. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Также ставьте палец вверх, если вам понравилось. До встречи!